Договор на поставку газа для нашей страны продлен, но лишь на месяц. В то время как власти заверяют, что ведут переговоры с «Газпромом» о лучшей цене, представители Наре утверждают, что тариф на газ может увеличиться более чем на 50%. Пока граждане страны затягивают потуже пояса из-за волны подорожания, бюджет администрации президента может вырасти более чем на 2 миллиона леев. Чем аргументированы дополнительные расходы, узнаете далее. Женщина попала в больницу после того, как ее сожитель нанес ей удары топором. Как все произошло и как отзываются о паре соседи, расскажем в выпуске. Бизнес на ковид-сертификатах процветает. Сотрудник одного из медцентров был пойман с поличным, получая деньги за поддельный документ. Договор на поставку газа в Республику Молдова, срок действия которого истек 30 сентября, продлен на один месяц. Условия оплаты для нашей страны остаются теми же, что и в сентябре. Об этом на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, переговоры между Молдова-Газ и Газпромом по новой цене за природный газ, а также по заключению нового договора о поставках или продлению действующего продолжатся. Как пояснил Андрей Спыну, на рынке газа сложилась сложная ситуация, однако до завершения переговоров цена за газ для физических и юридических лиц останется неизменной. Независимо от этой ситуации, от продления договора на один месяц, цена останется прежней как для домохозяйств, так и для юридических лиц. Мы гарантируем, что продолжим удерживать цены под контролем до тех пор, пока не найдем оптимальное решение по компенсации расходов граждан. Мы предпримем все возможные меры, чтобы избежать увеличения тарифов. Министр уточнил, что в октябре Молдова будет платить за импортируемый из Российской Федерации природный газ около 800 долларов за тысячу кубометров, что почти в шесть раз дороже, чем в январе, когда цена составляла 127 долларов. По его словам, переговоры с российским концерном продолжатся в октябре. На следующей неделе он встретится в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером для обсуждения нового договора на поставку газа. Спыну сообщил, что провел два телефонных разговора с руководством российской компанией. Что касается поставок в Молдову природного газа из альтернативных источников, Андрей Спыну заявил, что даже если наша страна сможет импортировать газ из Румынии по газопроводу Яс и Унген и Кишинев, его цена не будет ниже нынешней цены за российский газ. Весной тариф на газ в Молдове вырастет более чем на 50%. Об этом сообщил в СМИ один из директоров Нарэш Тефан Крянга. По его словам, к настоящему моменту накопились серьезные тарифные отклонения, которые по существующим правилам должны быть компенсированы за счет повышения тарифа. Таким образом, за первым осенним повышением, о котором уже было объявлено, могут последовать другие в середине зимы или весны. Крянга также сообщил, что от предприятия Молдова газ пока не поступало запросов в агентство по регулированию энергетики с просьбой о повышении тарифов. Ранее глава Молдова газ Вадим Чабан заявлял, что для конечных потребителей тариф на газ вырастет на 35%. Расходы администрации президента в этом году увеличатся в более чем на 2 миллиона леев, тогда как бюджет парламента будет сокращен. Сегодня депутаты приняли в первом чтении проект по внесению изменений в закон о госбюджете на 2021 год. В то же время правительство потребовало пополнить резервный фонд. И если одних народных избранников интересовало, оправдано ли увеличение расходов названных учреждений, других возмущал тот факт, что у них не было времени на изучение содержания законопроектов. Согласно проекту закона, правительство увеличило расходы аппарата президента на 2,1 миллиона леев. Средство предлагается изыскать за счет перераспределения расходов. Что случилось в аппарате президента? Почему там плюс 2,1 миллиона леев? Что это за дополнительные расходы? Средства предназначены для расходов на персонал. У аппарата есть вакантные должности, и для того, чтобы иметь возможность укомплектовать штат, необходимы для этого учреждения были увеличены расходы. Проектом предусмотрено также выделение дополнительных средств в резервный фонд правительства. Некоторые депутаты заинтересовались причинами такого решения. Увеличить примерно на 400 миллионов леев. Вы хотите предоставить правительству больше средств, чтобы именно правительство получило больше возможностей для поддержки других структур? В этом нет ничего, скажем так, необычного. В кризисной ситуации нужно иметь больше средств в резервном фонде. При этом расходы законодательного органа были сокращены на 2,8 миллиона леев. И некоторые депутаты жаловались, что у них не было достаточно времени для изучения проектов. Уважение к депутатам надо иметь. Вчера вечером поступил этот закон, проект. Вечером. Здесь не то, что невозможно две цифры сопоставить, даже прочитать от корки до корки, и то его невозможно было. Фракция партии ШОР готова работать и в субботу, и в воскресенье, и каждый день просто для того, чтобы иметь возможность анализировать очень серьезные и важные для нашего государства законы. В итоге за законопроект проголосовали 60 депутатов, в том числе от партии ШОР. Таким образом, после ректификации доходы на 2021 год составляют 45,1 миллиард леев, расходы 57,2 миллиарда леев, а дефицит бюджета 12,1 миллиард леев. Документ должен быть принят в окончательном чтении. По случаю Международного дня пожилых людей, около 8 тысяч жителей Аргеевского района и муниципия получат денежную помощь. По инициативе депутата Илона ШОРа, Аргеевский районный совет принял решение о выделении с этой целью почти полутора миллиона леев. Как депутаты партии ШОР, так и местные власти считают, что таким образом можно выразить благодарность и признательность пожилым людям. По словам депутатов от партии ШОР, оказание финансовой помощи является одним из десятков мероприятий по поддержке пожилых людей, проводимых в Аргеевском районе. Как парламентарии, так и местные власти продолжают разрабатывать инициативы, направленные на улучшение жизни граждан и обеспечение достойной старости. Если бы все поступили так же, то, глядишь, улыбки на лицах наших пожилых сограждан появлялись чаще. Обещаю, сделаю все возможное и невозможное, чтобы ваша жизнь была надежно защищена, чтобы ваши гражданские и человеческие права неукоснительно соблюдались. Инициатива была озвучена непосредственно в ходе заседания законодательного органа депутатом от партии ШОР Мариной Таубер. Она поздравила всех пожилых людей с Международным днём и призвала народных избранников присоединиться. Мы призываем вас подать пример и инициировать такие решения в районных советах, где у вас есть административные рычаги. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши пожилые граждане жили более достойно. Таким образом, примерно 8 тысяч пожилых людей старше 70 лет из Аргеевского района и муниципалитета получат финансовую помощь. Это небольшая, символическая и важная поддержка для людей, уже достигших определенного возраста. Мы решили выделить социальные пакеты в размере 200 леев для лиц, которым исполнится 70 лет, в том числе до 31 декабря. Мы здесь, в Аргееве, принимаем все необходимые меры, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и особенно пожилым людям. Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. Тревожная ситуация в Бельской клинической больнице. 30 сентября там были зарегистрированы 10 случаев смерти. Это наивысший показатель с начала пандемии. За последние сутки в больнице скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Относительно общего уровня инфицирования новым коронавирусом по стране, бельцы занимают второе место. Тяжелое положение сложилось и в других районных больницах. К примеру, в Коголе пациентов распределяют в те медучреждения, где есть свободные места. А в Сороках и Аргееве их выписывают раньше положенного срока при положительной динамике. Бельцы занимают первое место в стране по уровню смертности из-за COVID-19. В минувший четверг борьбу за жизнь проиграли 10 пациентов, 5 из которых жители муниципия. Сегодня, 1 октября, скончался еще один человек. Из 300 пациентов с COVID-19, 167 являются жителями Бельц. Это достаточно тревожный показатель для муниципия, так как пациенты больниц находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 25 детей, и это тоже тревожный показатель. По словам замдиректора Бельской клинической больницы, все места для COVID-19 пациентов заняты. Чтобы их освободить, тех, кто находится в тяжелом состоянии, но не представляет угрозы инфицирования, переводят в другие отделения. Поэтапно открываются COVID-отделения в районных больницах. Это один момент. Другой момент – деятельность постковидных отделений в рамках Бельской клинической больницы, куда переводятся пациенты после того, как их состояние не является инфекционным. Критическая ситуация сложилась и в Когульской больнице, где из-за переполненности некоторых пациентов направляют в другие медучреждения страны. К сожалению, мы не очень справляемся. У нас все переполнено. В отделении COVID размещены 74 пациента. Есть 6 пациентов в реанимации. Это превосходит наши возможности. На грани и районные больницы в Аргееве и Сороках. Их администраторы утверждают, что пациентов с тяжелыми формами заболевания направляют в Кишинев. В реанимации находятся 8 человек, из которых 7 с COVID, 5 на искусственной вентиляции легких. У нас есть все, что необходимо, в том числе медицинские кадры. Но ситуация очень напряженная. Пациентов очень много. В Аргеевскую районную больницу были госпитализированы 96 пациентов с COVID и 4 пациента в реанимации. Мы практически на грани. У нас слишком много пациентов с тяжелой и очень тяжелой формой заболевания. В своем комментарии для ТВ6 представители Министерства здравоохранения заявили, что им известна ситуация в больницах страны. Поэтому количество новых мест для пациентов с COVID предстоит увеличить. В определенных случаях консультации по вопросам лечения инфицированных граждан будут проводиться удаленно. Кафедры реаниматологии и анестезии будут предоставлять консультации по телефону или посредством телемедицины коллегам из районов для улучшения качества медицинской помощи. Соответствующее обучение уже проводится. Количество случаев заражения COVID-19 по стране достигло почти 295 тысяч. Уровень смертности составляет 6777 случаев. Очередные почти 27 тысяч доз вакцины Pfizer из общей партии в объеме около 700 тысяч доставлены в Кишинев. Приобретенный молдавским правительством препарат предстоит пропорционально распределить среди всех действующих в стране пунктов вакцинации. К настоящему времени в Молдову поступили порядка 202 тысяч доз вакцины, купленной Министерством здравоохранения. Ранее Pfizer поступал в нашу страну посредством платформы Кавакс и в виде безвозмездной помощи со стороны Румынии. По официальным данным, примерно 800 тысяч граждан страны прошли полный курс иммунизации. С 3 октября Румыния вводит ограничения для въезжающих на ее территорию граждан Молдовы. Румынские власти обновили список стран с высоким эпидемиологическим риском, включив нашу страну и Болгарию в Красную зону. Одновременно приняты новые ограничения, которые, однако, не относятся к вакцинированным лицам. В свою очередь, правительство Болгарии разыгрывает 102 единицы смарт-часов среди тех, кто получит прививку в октябре, стимулируя таким образом процесс иммунизации против ковида. Согласно последнему решению системы здравоохранения Румынии, Республика Молдова включена в Красную зону наряду с Арменией, Болгарией, Белоруссией и Гренландией. Нидерланды, Германия, Франция, Сан-Марина и Лихтенштейн переведены в Зеленую зону. Одновременно румынские власти ужесточают ограничения для населенных пунктов, в которых уровень инфицирования превосходит 6 случаев на тысячу жителей. Таким образом, ношение маски становится обязательным в том числе и на открытом пространстве. Доступ в закрытые помещения разрешен только на 50% от предусмотренной вместимости. А в выходные дни вводится карантин. Вместе с тем, данные требования не относятся к лицам, прошедшим полную иммунизацию или приболевшим ковидом в течение последних шести месяцев. Тесты на коронавирус уже не являются основанием для свободы передвижений. В свою очередь, правительство Болгарии, стимулируя компанию по вакцинации, объявило о проведении лотереи среди тех, кто привился в октябре с возможностью выигрыша 102 единиц смарт-часов. К настоящему времени, лишь 22% населения Болгарии привились вакциной против коронавируса. Это самый низкий показатель среди государств Евросоюза. При этом уровень заражения в этой стране продолжает расти уже в течение шести недель. А смертность от ковид-19 за последние 14 дней в восемь раз провисла средний показатель ПС. Из-за роста числа случаев инфицирования греческие власти вводят ограничения на передвижение в ночное время, запрещают включать музыку в барах, кафе и ресторанах города Салоники. Втором по численности в Греции сообщает J4 Media. Уровень вакцинации среди греков составляет порядка 58% по полной схеме при численности населения в 11 миллионов человек. Греческое правительство надеется добиться 70% иммунизированных граждан для достижения устойчивого коллективного сопротивления вирусу. В инфекционной больнице румынского города Констанца утром 1 октября вспыхнул пожар. Огонь охватил отделение интенсивной терапии для пациентов с ковид-19. Как сообщается, погибли 9 человек, 7 из которых прошли курс лечения от коронавирусной инфекции. Это уже десятая подобная трагедия в больницах Румынии за неполный год. Румынские власти предпринимают все необходимые меры по спасению людей. Проведена экстренная эвакуация пациентов и их перевод в другие медицинские учреждения. Причина пожара пока неизвестна. Ведется расследование, в рамках которого прорабатываются ряд версий убийства по неосторожности, нанесения телесных повреждений по неосторожности и нанесения ущерба по неосторожности. Глава инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии уточнил, что во время февральских проверок в данном медицинском учреждении были выявлены технические и организационные нарушения, которые предстояло устранить до конца года. Президент Клаус Юханис выразил соболезнование в связи с произошедшей трагедией, которая, по его словам, подтверждает, насколько несовершенна инфраструктура румынской системы здравоохранения. Это не первый пожар, произошедший менее чем за год в Румынии, в больницах, где госпитализированы пациенты с COVID-19. После трагедии в ноябре прошлого года в Пятро-Нямс, когда 10 человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии, в январе уже этого года еще 4 пациента погибли в результате пожара в институте имени Матея Балша в Бухаресте. Еще одна трагедия произошла в апреле этого года в больнице имени Виктора Бабиша в Бухаресте, где 3 человека скончались в мобильном отделении из-за отказа кислородной установки. В июне произошел пожар в детской клинической больнице скорой помощи Святой Марии в Ясах. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Поистине ужасный случай произошел в 2010 году, также в отделении интенсивной терапии родильного дома в Жулештах. Пожар, вызванный коротким замыканием в розетке, к которой был подключен кондиционер, унес жизни шести новорожденных. По словам румынских экспертов, причины пожаров связаны с перегрузкой, больничной инфраструктурой и проблемами в электросетях. Новые назначения в Центральной избирательной комиссии. Бывший эксперт Ассоциации промолекс Павел Постика избран 1 октября вице-председателем ЦИКа Александр Берлинский секретарем комиссии. За их кандидатуры члены Центра избирательной комиссии проголосовали единогласно. Две недели назад парламентское большинство утвердило новый состав ЦИК. Пять членов были предложены правящей ПДС, один главой государства. При этом оппозиция до сих пор не представлена в комиссии. Три кандидатуры от социалистов и коммунистов не были рассмотрены парламентом, поскольку депутаты блоков покинули зал заседания до рассмотрения проекта. А Вадим Банару, предложенный партией ШОР, не получил поддержки парламентариев. Депутат от партии ШОР Марина Таубер заявила в связи с этим, что оспорит данное решение и уведомит о нем Венецианскую комиссию, а также другие международные организации. Бывшему депутату от Демократической партии Владимиру Андронаке, его жене и адвокату его семьи предъявлено официальное обвинение по одному из эпизодов дела о банковском мошенничестве. Прокуратура по борьбе с коррупцией обвиняет их в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы. Все трое обвиняются в хищении около 32 миллионов леев из Банка деэкономий. Андронаки не признает себя виновным и называет расследование прокуратуры политическим заказом. По версии прокуратуры, преступные действия Владимира Андронаки, его жены и доверенного адвоката их семьи достигли кульминации на последней стадии банковского мошенничества, то есть в период с 24 по 27 ноября 2014 года. Следователи утверждают, что тогда ими были похищены примерно 32 миллиона леев из Банка деэкономий под вложенным предлогом предполагаемых инвестиций в финансовое учреждение. В результате действий в рамках уголовного преследования были изъяты электронные файлы, документы, а также деньги. В то же время по запросу прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Жена Владимира Андронаки и семейный адвокат находятся под следствием с запретом на выезд из страны. Ранее бывший депутат заявил, что невиновен, не имеет отношения к банковскому мошенничеству и назвал расследование прокуратуры политическим заказом. Пятеро пограничников из 13 доставленных в суд и фигурирующих в деле о коррупционных схемах в Кишиневском аэропорту помещены под предварительный арест на 30 суток. Их будут содержать в пенитенциарном учреждении номер 13. Семеро находятся под домашним арестом. Один полицейский взят под судебный контроль. Пограничников подозревают в вымогательстве денежных средств с пассажиров, покидающих страну и предоставляющих поддельные документы с отрицательным результатом теста на коронавирус. Кроме того, злоумышленники якобы вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции. Их задержали по делу, которое содержит 59 эпизодов, включая 38 случаев вымогательства взяток и 21 случай других нарушений. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения. Правоохранительные структуры выявляют все больше случаев выдачи эффективных свидетельств о вакцинации. Сегодня стало известно об очередном подобном правонарушении, совершенном сотрудникам Центра здравоохранения в Единцах, который выдал два фальшивых свидетельства взамен на 2000 леев за каждый из них. Представители закона расследуют целый ряд аналогичных эпизодов. 36-летний сотрудник Центра здравоохранения в Единцах выдал два фальшивых свидетельства о вакцинации лицам, которые в действительности иммунизацию не проходили и получил от них за это по 2000 леев. Правонарушение было совершено 29 сентября. По информации полиции, в настоящее время проводится проверка версии о возможной выдаче таких же фальшивых свидетельств другим гражданам. Задержанный вносил информацию в базу данных в день выдачи свидетельства о вакцинации, отмечая прием первой и второй дозы, которые в действительности не принимались. На основании имеющейся информации в настоящее время проводится проверка ряда лиц, чьи данные были введены в информационную систему в период с мая по июль, хотя их иммунизация является фиктивной. Как отмечают в этой связи представители полиции и медицинских структур, фальсификация свидетельств приводит к искажению реальной эпидемиологической картины и затрудняет применение оптимальных мер по борьбе с распространением COVID-19. Исходя из этого, представители власти уверены, что выявление подобных случаев должно переубедить всех, кто намерен поступить таким же образом. Министерство сотрудничало с правоохранительными органами и предоставило доступ к информационной системе, благодаря чему удалось проведение следственных мероприятий. Это сотрудничество мы продолжим. Около месяца назад министр здравоохранения Алла Немеренко сообщила в одной из телепередач, что в ходе внутреннего расследования удалось выявить тысячи случаев выдачи фиктивных свидетельств о вакцинации. В схеме участвовали врачи и медсестры из различных регионов страны. Соответствующая информация была передана правоохранительным структурам. Наш телеканал попытался узнать, на каком этапе находится расследование по этому делу. Однако в Генеральной прокуратуре не ответили на звонок. По словам Аллы Немеренко, причастные к схеме лица будут привлечены к уголовной ответственности. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Шокирующий случай в Фалежском районе. 48-летнюю женщину избил и ударил топором сожитель, после чего оставил истекать кровью во дворе дома. Инцидент произошел вчера вечером в селе Изваре. Жертву заметили лежащие на земле соседи, которые позаботились о том, чтобы она попала в больницу. Подозреваемый задержан на 72 часа. В момент задержания он был пьян и отрицал, что избил сожительницу. Оба нигде не работают и часто употребляют алкоголь. Начат расследования. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуация в Приднестровском регионе вновь в центре внимания общественности после того, как молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии заявила о провокациях на Днестре. ОКК сообщает в распространенном пресс-релизе, что речь идет о появлении поста пограничников в районе населенного пункта Загорное, незаконно установленного Тирасполем на месте пограничного поста, который был убран в 1999 году. 30 сентября на заседании комиссии представители миссии ОБСЕ проинформировали членов ОКК, что между населенными пунктами Бендера и Варница стоят бетонные блоки, препятствующие передвижению граждан. По заявлению представителей Молдовы, беспокойство Кишинева вызывает также размещение Тирасполем пограничников на посту у паромной переправы в Слободзее в нарушение ранее согласованных договоренностей. Делегация Республики Молдова осуждает серьезное нарушение Тирасполем положений документов миротворческой миссии и будет продолжать настаивать на ликвидации незаконных постов в зоне безопасности, говорится в заявлении. 25 банов. Именно столько получает председатель экзаменационной комиссии за проверку работ учащихся девятых классов. Об этом рассказала на своей странице в соцсети одна из столичных преподавателей. Удивляет и то, что с начисленной по документам и без того небольшой суммы сняли подоходный налог. В итоге на руки педагог получила сущие гроши. Алена Букова, учитель русского языка и литературы, которая председательствовала в комиссии по проверке экзаменационных работ в девятых классах, возмутилась после получения оплаты за выполненную работу. По ее словам, с и без того небольшой суммы был снят налог. Спешу поделиться радостью. Вчера получила деньги за июньскую проверку экзаменационных работ по русскому языку и литературе в девятых классах, председатель комиссии. Стоимость проверки одной работы 25 бануц. Начислено 144 лея. На руки 115 леев 30 банов. Подоходный налог. Казалось, на квитанции написано «и не благодарите», написала учитель на своей странице в соцсети. Телеканал ТВШ связался с представителями Министерства образования, чтобы получить комментарии. Однако нас попросили отправить письменный запрос, ответа на который мы пока так и не получили. Подобная оценка учительского труда вызывает возмущение не только педагогов, но и пользователей соцсети. Особенно с учетом того, что в последнее время растут цены даже на хлеб. Напомним, в начале сентября несколько хлебопекарин в стране подняли цену за свои изделия. По этому поводу премьер-министр Наталья Гаврилица заявила в эфире одной из радиостанций, что гражданам не стоит выражать недовольство, так как общий рост цены на хлеб был незначительным и составил всего 50 банов. Тогда же премьер дала понять, что правительство не будет вмешиваться в происходящее. Капитальный ремонт столичной библиотеки имени Михаила Ломоносова, начатый в прошлом году по инициативе муниципальных советников от партии ШОР и Союза русских общин при активной поддержке команды партии ШОР, близится к завершению. В первое крыло, где ремонтные работы уже провели, была завезена новая мебель и оргтехника. Почти готово и второе крыло библиотеки. В первое крыло библиотеки, которое отремонтировали в прошлом году, уже завезли новую мебель и оргтехнику. Ее сотрудники в святая святых книгохранилище наконец занимаются сортировкой книг и каталогов. В нашей современной ситуации, когда все библиотеки модернизируются, все вокруг нас, мы оставались практически последними из тех, кто еще существовал в очень плохих условиях. С отпадающими от стен кусками, с разрушенными полами, со старой мебелью. Ну а теперь, конечно, все совершенно и круто изменилось. Библиотека уже заполнена новой мебелью, красивой, которая всем нравится, современной. Сейчас идут активные работы в оставшихся залах, во втором крыле библиотеки, где располагаются секции абонемент, детская литература и искусство. Здесь все делают практически с нуля. Особое внимание уделят новые планировки и организации доступной среды для всех читателей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Расширяют коридоры и двери, меняются узлы. Меняются коммуникации, полностью все коммуникации, что отопление, что вода, электричество, все меняется. Будет разнообразный свет, будет разнообразный потолок, где подвесной, где армстронг, где гипсокартон, где будут из дерева какие-то красивые сделанные элементы из дерева. Поэтому света будет много, так как здесь читальный зал и для детей. Только батарея отопления будет установлена более 30. К ним подведут более 100 метров труб из полипропилена. Нам понадобится небольшое время для того, чтобы укомплектовать помещение мебелью, новой архтехникой. И в конечном итоге мы выйдем на тот результат, который мы хотели бы видеть. Этот результат заключается в том, что на базе этой библиотеки создается русский культурный центр. Библиотека оставляет свои функции библиотеки, но здесь смогут проводить мероприятия культурные, образовательные мероприятия. Реконструкцию всех помещений библиотеки планируется завершить к концу этого года. По инициативе команды партии ШОР, кроме полного обновления библиотеки имени Ловоносова, в Кишиневе идет реализация других проектов. Закладка новых скверов, строительство социальных объектов и многое другое. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и заключен под стражу. Об этом сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. По его словам, грузинские правоохранительные органы отслеживали приезд экс-главы государства из Украины в Грузию. При этом он не уточнил, где конкретно задержали Саакашвили. По данным одного из грузинских телеканалов, Саакашвили помещен в тюрьму в Тбилиси. Ожидается, что к ее зданию начнут стягиваться сторонники экс-президента. Ранее Саакашвили заявлял, что собирается вернуться в Грузию перед местными выборами в начале октября. Утром 1 октября он опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу, напомнив, что экс-президент объявлен в розыск, и как только окажется на территории страны, его задержат. На родине против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам. Извержение вулкана началось в среду, 29 сентября. Тогда Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США зафиксировала освещение своей веб-камеры на вершине Килауэа. Сейчас строи лавы достигли высоты пятиэтажного здания, объявил Институт геофизики США. Часть парка, где происходит извержение, в настоящее время закрыта для посещений. Гавайская обсерватория вулканов повысила уровень опасности, а авиационный цветовой код исправили с оранжевого на красный, что является предупреждением для пилотов о возможных выбросах пепла. Это самые высокие уровни предупреждений. Между тем, несколько пилотов, летевших в районе извержения в среду вечером, сообщили, что видели вулканическое стекло, известное как «волосы пели», которое может быть красивым, но представляет опасность, если попадет в организм с питьевой водой. Последнее извержение этого гавайского вулкана произошло в мае 2018 года и привело к разрушению сотен домов и ранению 24 человек. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Оставайтесь на нашем телеканале, а также следите за событиями онлайн на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok